Мы представили для древней композитора Хлода де Версиме. Его вокальный релик окажется очень и очень скромным в сравнении с великолепными полотными симфоническими, в сравнении с драмой фрятанной мусанной, в сравнении с этой розовью роскошных партифианных мест. И тем не менее, именно с вокальной религи Хлода де Версим начал свой самостоятельный, профессиональный композиторский путь. В первую его интересах попадают, наверное, два промышленных поэта. Это Ольга Лев и Театер Садов-Версим. Причем большее влияние на композитора создал первый художник, Ольга Лев, вот этой своей особой, мы уже слушали роман на его словах, особой сочетаемостью оттенков, нюансов, каких-то ныслов, слов, цветов, линий буквально, и, конечно же, звуков. Именно в вокальной миниатюре де Версим, наверное, не такой, как в других жанрах. Он певец пейзажа, лирик. Он художник, поэт и музыкант одновременно. И вот этот удивительный, синтетичный, синкретичный такой путь художника ему указал Оль Герленов. Как считает Франциспу Лев, в вокальной рейке Клод де Версим достиг совершенства. Клод де Версим. Слова Деодора де Бомбия. Звездная ночь. Живопис Николая Нины Ботова. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 его звучащую душу, и это способно подболировать у Палитов понять и раскрыть сущность портопьянов. Его наслуга в создании особого нового портопьянового стиля, в котором соединяется техническое и эстетическое. Звукоизображение, внимание к звуку, к палитре оттенков и звуковых. Пуленк говорил, что «никто после Деверси не любил Палитяна как в Рафон, и его заслуга в создании такого необычного, неповторимого стиля сравнивают с заслугами Фредерико Шопеда в XIX веке». Сам Деверси очень любил свои прелюдии и исполнять их очень любил в концертах, причем не все. Прелюдии, эти удивительные портопьянные миниатюры, музыка интимная. И, как говорил сам композитор, испаряются в большом концертном зале. Более того, он считал, что некоторые прелюдии надо исполнять как бы рядом, с глазу на глаз. Сам Деверси исполнял их необычно. Не как музыканты, не как пианино, а скорее как поэр. И очень интересно и важно, что для него звуковой и зрительный образ равнозначен. Как писал композитор, так же, как и музыку, я люблю изображение. И вот Деверси удивительно. Первым увидел особенность клавиатуры Ильяны, ее связь с живописью. Он как бы открыл этот интересный черно-белый орнамент фортепианной клавиатуры. И в этом как бы шел вновь по времени к этому единению к тимберам, к тимберам, к тимберам. Пьесы фортепианные, прелюдии, они изысканы не только по названию. Это особая буква. И обратите внимание на особый, изысканный ритм второй прелюдии, где мы вновь вспомним ритмы африканской и гречанской русской и увидим это на экране. Клод Девюси, прелюдии, полюсаж, менстрей, вере. Исполняет Лилия Сказкина, живопись в первой прелюдии Нины Зотовой, во второй и в третий Николая Зотова. Исполняет Лилия Сказкина, живопись в первой прелюдии, Исполняет Лилия Сказкина, живопись в первой прелюдии, Исполняет Лилия Сказкина, живопись в первой Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Источником многих открытий, откровений, переживаний и наслаждений. Романы и песни Шанса Куленко можно назвать музыкальными стихотворениями или вокальными поэмами. Дело в том, что у них удивительная гармония музыкального и политического. Этой гармонии достигали немногие, но мы, пожалуй, все предшественники. Как и все, например, или Форет. Изумительная гармония. Ее любили все его друзья. Францис Куленко – это сама музыка питала нее. Я не знаю, что музыки, которая действовала бы в то непосредственно. Была бы так просто выражена. Францис Куленко – слова Жанна Марианта. Сельская песня. Живопись Нины Зотовой. 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 День второго. Сельская песня. Живопись Нины Зотовой. Да! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поэзия Луиза Бельморен по-женски красива, капризна. Любовь, желание, наслаждение, волею, изгнание были темами ее поэтических строк. Франциско Куренко, слова Луиза Бельморен, такой, как ты есть. Живопись Нины Кротовой Музыка 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Аплодисменты.